На улице Ленинская ремонтные работы на финишной прямой. Из 32 тысяч квадратных метров дорожного полотна осталось уложить 4 тысячи. На ремонт у подрядчиков ушло чуть больше недели. За качество покрытия ручаются. Асфальт это Б1, если для специалистов что-то говорит это. Ну то есть нагрузки он выдерживает городские. Гарантию мы даем, можно ездить и не переживать. Следующая точка в промышленном районе. Здесь идут работы на участке от улицы Солнечная до Новосадовой. Сейчас здесь укладывают верхний слой асфальта толщиной 6 сантиметров. Завершить ремонт должны до конца недели. Но подрядчик попросил продлить срок еще на 7 дней. Какая неделя, о чем вы говорите? Надо заканчивать быстрее. Уже температурный режим. Переход на минус идет. Вы что? Какая неделя? Значит днем надо организовывать. В субботу вы днем не работали, работали в ночь. Значит надо выходить с ГАИ договариваться. Теперь отремонтированные участки проходят трехступенчатую систему проверки. В ней участвуют специалисты муниципального бюджетного учреждения дорожное хозяйство и представители дорожно-строительной компании. Также активное участие принимают общественники. Вообще замечаний много было по качеству работы? Было вот одно замечание. Там уровень сливной. Дождевая вода собирается и не уходит в сливную яму. Но вот первый зам главы промышленного района сказал, что на следующий год там чуть поднимут и как бы будет все в норме. Всего в этом году на ремонт уличной дорожной сети Самары направили более двух миллиардов рублей, включая 400 миллионов поступивших из федерального бюджета от сборов по системе Платон. Это система взымания платы с грузовых машин. На эту сумму провели работы на площади полтора миллиона квадратных метров. Всего в плане на этот год 92 объекта. Это улицы и дороги. Кроме этого ремонтируются 72 внутриквартальные дороги. Губернатор в послании депутатам губернской думы год назад говорил о том, что Самара должна отвечать темпам развития области, темпам подготовки к чемпионату мира 2018 года. У меня складывается впечатление, что, наверное, мы подошли к решению этой задачи. На следующий год, повторюсь, мы заявили 5 миллиардов рублей. В рамках визита министра транспорта Соколова Максима Юрьевича нам обещан 1 миллиард. Я полагаю, что существующие мощности, настрой горожан, настрой власти позволят нам эти задачи также реализовать. И к 2018 году город у нас продолжит преображаться. Сейчас практически завершен комплексный ремонт объектов, где работы начались в 2015 году. Это улица Ульяновская, Земица, Венцика, Мариса Тереза, Антона Вовсеенко, Маяковского, Лесная, Красноглинское шоссе. Завершаются работы на улицах Льва Толстого, Авроры, Степана Разина и Некрасовская. В этом году Самарская область на ремонт дорог получила беспрецедентную сумму 10 миллиардов рублей. В течение ближайших двух лет регион может получить еще 3 миллиарда в рамках федеральных программ. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.